В ночь на пятницу в Самарскую область прибыл поезд с жителями ДНР и ЛНР, которые были вынуждены покинуть родные дома, чтобы спасти свои жизни. Из 266 пассажиров почти половина дети, в том числе шесть малышей до года. На перроне переселенцев встречали сотрудники социальных и экстренных служб, медики, волонтеры, руководители органов власти и различных ведомств. Еще до прибытия поезда были сформированы списки, что позволило подготовиться к приему людей с учетом их возраста, состояния здоровья и потребностей. Главное, что они в безопасности, главное, они знают, что их ждет теплая, чистая постель, комфортные условия. Правительство Самарской области обеспечит их пребывание здесь надлежащим уровнем и заботы, и ухода. Тем, кто нуждается в медицинской помощи, безусловно, ее получат. Нам было понятно сразу, сколько там инсулинозависимых, в каком состоянии те или иные пассажиры. Особое внимание уделяют детям. Среди них шесть младенцев до года и два ребенка-инвалида. Значительная часть переселенцев – пожилые люди, некоторые из которых по состоянию здоровья смогли покинуть поезд только с помощью волонтеров и подготовленных инвалидных колясок. Многие вынужденные переселенцы, оказавшись на перроне железнодорожного вокзала Тольятти, не смогли сдержать эмоций. Очень большое спасибо. У нас тоже 22 сыновей забрали у меня. Я внучек пришлось увозить деточек. – Пойдемте, пойдемте. – А забрали куда? – Ну, служить, вот, сейчас, на войну. – У вас еще два ли в ваших усновениях? – Да-да, два, одному, сорок, одному, около сорока. Мужа в четырнадцатом убили, внучечку убили, семь лет, в четырнадцатом еще. Дети хоть забрать, спасти. – Было очень хорошо. Продукты питания отдавали. Все было очень, очень, очень хорошо. Хорошо, отлично. Закормили, напоили и так далее. И встретили. Ой, вы знаете, отлично, потому что здесь дышишь и не надышишься. Воздух свободы, а там напряженка. С железнодорожного вокзала, получив воду и питание в дорогу, переселенцы на автобусах отправились в пункты временного проживания. Мы практически три дня ждали наших братьев и сестер, представителей нашего братского народа, который сегодня наконец-то прибыл из Луганской Донецкой Народной Республики. Встретили мы их очень организованно, помогли с вещами, рассадили в автобусы. И сейчас вот привезем в три пункта временного развлечения, подготовили комфортные условия. Люди будут обеспечены бесплатным питанием, медицинским обслуживанием, всеми товарами первой необходимости. Мы, конечно же, поможем во всех аспектах, включая образование детей. Мы их распределим по школам, по садикам, так как хотят родители. Конечно же, окажем при необходимости помощь в трудоустройстве. Большая часть, 178 человек, разместилась на базе отдыха Дубки в Самаре. Здесь прибывших оперативно заселили, заранее распределив по номерному фонду. Сегодня после отдыха они начнут получать необходимую помощь от социальных и миграционных служб, пройдут медицинское обследование, ПЦР-тестирование. Во всех четырех пунктах временного размещения, которые расположены на территории Самарской области, для переселенцев подготовлены комфортные номера для проживания, организовано полноценное питание, будет обеспечен образовательный процесс и досуг детей и взрослых. В пунктах временного размещения все прибывшие смогут оформить и получить единовременную социальную выплату в 10 тысяч рублей, а также сим-карты. Набор вакансий для временного трудоустройства предложат мобильные пункты центров занятости. Губернатор Дмитрий Азаров, накануне проверяя готовность ПВР к приему людей, поставил перед ответственными службами задачу обеспечить максимально комфортные и удобные условия проживания людей, учесть потребности каждого человека. Виктория Шарая, События. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...